Хей, всем привет! Давно с вами не виделись, не слышались, но сегодня я вернулась сюда, чтобы показать вам крутой, интересный и очень полезный продукт, который называется The Sims 3. Это сайт, на котором вы в будущем сможете создать семейные деревья для своих династий в Симсе. Как вы знаете, The Plum 3 1 декабря, к сожалению, закрылся, и этот канал изначально создавался, чтобы решить проблему с Plum 3, что делать с деревьями. Я показывала в своем самом первом видео, как продолжать ввести древо из Plum 3, но ребята на этом сервисе дают возможность вам продолжать делать это не с помощью кода, а с помощью вот такого крутого, интересного интерфейса, который сейчас я вам хочу показать и рассказать, как же он на данный момент у них работает. Наверное, самое первое, что вообще мне бросилось в глаза, когда я начала его использовать, это наличие как светлой, так и темной темы. Да, ребята постарались для таких чудовищ, как я, и сделали темный интерфейс, чтобы ничего не кололо мои больные глазки. Но интерфейс — это не первое, чем они меня удивили. Сегодня я буду показывать столько функций, которые доступны на данный момент с последнего обновления бета-версии, которое было вчера, 18 декабря. Когда сайт будет в релизе, большая вероятность, что добавятся какие-то новые функции, что что-то в этом сайте поменяется. Поэтому данная версия, которую я сейчас показываю, не финальная, прошу обратить на это внимание. Также я не буду рассказывать здесь о подписках, планах, датах, когда ребята релизнятся, поскольку всю эту информацию вы можете найти у них на канале. Моя цель здесь сейчас — показать, что у них есть на данный момент, и оценить это, как, например, этот просто шикарный тулбар, который открывается и закрывается, когда ты на него наводишь. Ну что, давайте начнем с чего-нибудь, с чего мы начинали все в план 3. Добавим нового Сима. Здесь мы видим карточку персонажей с кучей полей. Давайте, наконец-то, начнем их заполнять. Свою династию, как вы знаете, я немножко дропнула, поэтому буду сегодня использовать персонажей для своей следующей истории, просто чтобы было чем заполнить само древо. Вау, вы тоже это видите, да? Да, ребята действительно упоролись и сделали очень крутой фоторедактор для того, чтобы вы могли каким-то образом управлять вашими фотографиями, делать их ярче, делать их четче и интереснее. Мне, если честно, эта функция очень нравится. Этой функции на самом деле в план 3 иногда не хватало. И лично я бы этой функцией пользовалась просто постоянно, потому что от фильтров до каких-то обрезок, до каких-то рисовалок иногда это очень полезно, иногда это просто мега must-have. И лично я просто в восторге от того, что они действительно сделали это. И мало того, что они просто это сделали, они еще и сделали это вот так аж красиво. Здесь я показываю какие-то минимальные функции этого редактора, оставляю все примерно так, как мне бы хотелось это видеть, и потихонечку иду дальше. Фотография у меня загрузилась, давайте начнем заполнять поля. Самое первое это имя. Имена, если честно, я не придумывала до этого. Это просто импровизация, поэтому все, что вы видите здесь, это просто случайность из моей головы. Имя, фамилия, выбор пола, выбор живой персонаж или мертвый, мертвый тип, человек или питомец, какая у него раса, какие черты характера, какие жизненные цели. Это все, собственно говоря, было взято из плам 3, и это очень удобно. Также мы видим возможность добавлять какие-нибудь свои поля. К примеру, у меня в примере это город. Допустим, это будет Сан Секвоя. И также можно добавить биографию, описание персонажа. Очень нравится, что они сделали вот такой красивый редактор, который позволяет полностью редактировать текст, добавлять ему толщину, ширину, наклон. И, если честно, выглядит это очень стильно и очень полезно, потому что вы можете редактировать текст так, как вам это нравится. И вот мы уже имеем в нашем арсенале одного созданного персонажа. Сейчас я поставлю все на быструю перемотку, создам еще парочку, и потом вернусь к вам, чтобы рассказать про то, что мы будем делать с вами дальше. И вот то, о чем я говорила, даже какие-нибудь рисовалки в редакторе иногда очень-очень спасают. Вот в левом верхнем углу у меня влезла на фотографию часть интерфейса с чертами характера. Я бы очень хотела ее закрасить. И я подобрала нужный цвет, зарисовала то, что мне не нужно. И в целом на миниатюре видно этого не будет. Точно так же у меня в плечо провалилась лямка от майки, и я тоже ее потихонечку, понемножечку зарисовала, чтобы это так сильно не бросалось в глаза. Поэтому даже какие-то возможные дорисовки на картинке иногда очень-очень будут полезны. Вот у меня теперь есть уже целых шесть персонажей, которые я буду добавлять в свое древо. Некоторым я добавляла черты характера, некоторым нет. Ну а теперь, собственно, давайте создадим наше древо. Для этого мы нажимаем на создать новую династию. Открывается у нас точно такая же карточка, в которой мы должны указать фото для нашей династии. Я его заранее тоже не готовила, поэтому будет что-то просто рандомное. Название династии пишу от балды. В описании решаю ничего не указывать, но редактор точно такой же, как у персонажа. И выбираю какой-нибудь фон из тех, которые представлены разработчиками. И вот мы имеем первый вариант нашего древа, который мы сейчас с вами вместе будем редактировать и заполнять. Самым первым очень хочется вам показать возможность загружать свой собственный фон для вашего древа. Я выберу какой-нибудь темный, мрачный фон из комнаты Юджина и посмотрим, как оно будет смотреться. Па-бам! Фон изменен. И мне в целом нравится, как это выглядит. Возможно, чаще всего я буду пользоваться как раз-таки каким-нибудь моими кастомными фонами, потому что смотрится, согласитесь, действительно очень интересно. Включаем редактирование и начинаем, наконец-то, заполнять наше семейное древо. На данный момент разработчики учли, мне кажется, абсолютно все пожелания, которые были у них до этого. Возможность вести древо как вниз, так и вверх. Добавлять партнеров, добавлять друзей, добавлять питомцев, добавлять связи, добавлять да что угодно абсолютно. На самом деле, именно момент заполнения древа очень и очень приятный. Я ни разу не ощутила дискомфорта. Очень легко удаляются персонажи, очень легко выбираются персонажи. Это все выглядит красиво и на самом деле действительно достойно. Ровно так же, как и в план 3, если мы выключим редактирование, у нас будет возможность открыть карточку персонажа и посмотреть всю информацию о нем. А также тут есть возможность добавлять фото персонажей в его личную галерею. Давайте эту возможность тоже протестируем. Теперь мы можем листать нашу галерею и вспоминать приятные моменты, связанные с нашими симами. Точно так же есть галерея и для самой всей династии. Если у вас есть какие-то памятные события, здесь вы можете их указывать. И если честно, эта функция действительно очень полезная. На целом, наверное, создание древа в этом видео будет заканчиваться. Вы можете увидеть, что в верхнем левом углу появилась информация про количество поколений. Да, они сами будут считаться, чтобы вы вдруг не запутались в вашем 30-м или 40-м поколении. Эта функция тоже достаточно интересная и полезная. На данный момент убрали вводные знаки и начали добавлять английскую локализацию для сайта, что означает, что, скорее всего, в будущем этот сайт будет ориентирован не только на русскоязычную аудиторию, но и на Европу, Америку и в целом на другие страны. Это значит, что разработчики замахиваются далеко, и на самом деле это очень круто, потому что ресурс действительно красивый, функциональный и очень полезный. Что я как разработчик вообще могу о нем сказать? Я могу с уверенностью заявить, что над этим сайтом очень трудились. Я вижу, как сделаны огромное количество функционала. Та самая библиотека, чтобы красиво отображалась древо, чего стоило только ее написать. Точно так же, как локализацию, как фоторедактор. Проделано просто огромная колоссальная работа. Я действительно могу от души поблагодарить эту команду энтузиастов, которые делают это все за свой счет, за счет своего личного времени. И действительно, это все по итогу выглядит очень круто. Касательно этого тезиса о мошенничестве, который в фандоме Симса висел просто над этими бедными разработчиками, естественно, мошенничеством здесь даже не пахнет. Есть публичные оферты, есть, естественно, политика конфиденциальности, и НН-создатели, и, скорее всего, технического льда этого ресурса. Поэтому я не понимаю, зачем было говорить о мошенничестве, когда на выходе мы получили такой хороший и достойный ресурс. Да, он не попал в эстимации. Возможно, на неделю или две. Но на самом деле для разработки это вполне нормальная тема. Я могу об этом сказать, как точно такой же разработчик. Поэтому, ребята, не ищите какой-нибудь подтекста, какой-нибудь мутной воды здесь. Здесь все на самом деле прозрачно чисто. Продукт классный, и я действительно могу его рекомендовать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот обзор в кавычках. Мне просто хотелось показать вам, что у ребят есть на данный момент. Мне это нравится. Я буду этим пользоваться. А насчет вас вы можете решать, конечно, сами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!